Всё дальше и дальше, нахрен столько дверей! Нет, это плохая идея, чувак! Очень плохая идея! Очень плохая идея! Всем привет, добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы с вами начинаем новый хоррор, который называется The Beast Inside. Это вроде как Survivor Horror. И я не знаю о чём он, потому что в описании какая-то небольшая интрига, завеса окутанной тайной. Я имею только в информации то, что мы вроде как будем играть за двух персонажей. Я так думаю, это будет какое-то параллельное повествование, либо друг за дружкой. В общем, сейчас посмотрим, что это вообще такое. Надеюсь, будет не сильно страшно, и я не сорву себе голос, не отобью коленки. В общем, надевайте наушники на голову, только будьте осторожны, потому что я могу кричать. Спасибо. Начинаем. Новая игра. Выберите уровень сложности, приключения. Для тех, кому интересна история, баланс между головоломками, элементами экшена, для тех, кто хочет испытать себя. Знаете, я даже не знаю. Но мне интересна, конечно, история. Ну ладно, давайте возьмём стандартный, с элементами экшена, блин, и обосрёмся, наверное. Я об этом пожалею, но... Ладно, глава 1. Начало. Нас встречает чудесная картинка какого-то заброшенного дома. Подобное я видела в Red Dead Redemption 2, на болотах, где мы базировались с нашей базой когда-то. Ну вот, что-то вот из этой категории. Личный дом мне напоминает вот именно вот из этой игры. Прям даже такой же стиль, двухэтажный, с балкончиками, с какими-то порослями на дому. Посмотрим. Блин, не сильно хочу играть. Поврожай, не сильно хочу. Я не готова, я морально не готова. Они меня изматывают, они меня уничтожают. Я не знаю даже, с чем я буду иметь дело. В чем здесь заключается триллер? Будет ли на меня кто-то бежать? Или будет ли какая-то мразь конченная, которая будет здесь существовать? Или что вообще мне ждать? Маньяк и извращенцы. Я не знаю. Я не знаю. Пришельцев. Вариантов масса, ответов ноль. Просто голый ноль. Пожалуйста, грузись игра. Где любую клавишу? Ну, поехали. Я уже жалею об этом. Я уже жалею. Где я? О, это тёлка. За что? Господи, за что? Адам? Адам? Зачем ты преследуешь нас? Из-за работы Адама? Чего тебе надо? Зачем ты мучаешь нашу семью? О, это какой-то маньяк. Да? Я прям чувствовала, что у меня будет какой-то извращенец. Сейчас он мне будет этим ножом тыкать. На войне и без потерь никуда. Дорогой, ты конченый. Лучше ты заткнись. Лучше заткнись, баба. Ой, красивая женщина. Смотрите, какая красивая девочка. А чё она так развратно одета? Тихо. Нет, что ты творишь? Что же ты творишь? Сейчас я ей голову так... Ё, это топор, это топор. Он размажил ей череп. А-а-а-а. Недели ранние. Да, то есть я буду играть, вы хотите сказать, за маньяка. Идеально просто. Сейчас я вам намучу идеальное место происшествия. Давно мечтала так сделать. Так, что-то... Президент Картер дал комментарий касательно советской угрозы. Ну, как всегда. Везде виноваты чертовы треклятые русские. Ой, лес-то какой, смотрите, красивый. Сейчас пойду грибы собирать, ягоды. М-м-м, музыка приятная такая. У нас голубой жигуль. Ну, мы же типа советская угроза, поэтому это будет голубой жигуль. Хотя они не сильно похожи. С каждой минутой у меня появляется всё больше сомнений. О! Да, уже будет трудно, но это и ты говорил, что... Хочешь выбраться из города, ощутить зов природы. Чё-то у меня лагает немножечко. ФПС-ок. А, я так понимаю, два наших персонажа будет вот этот мужчина. И будет маньяк, видимо. Не знаю. А может быть, это муж убьёт свою жену. Я не знаю, как это понимать, как трактовать. Нам показали лишь кусочек, и мы можем и достроить насчёт этого теории загадки. Вот. Но пока вроде бы всё хорошо. Вот мне нравится. Можно весь вот этот хоррор будет вот таким? Красивым. Милым. При свете дня. Домик. Чудесный белый домик. Кстати, я не знаю, как вы, но я всегда себе хотела, чтобы у меня был такой дом. Типа в лесу, с прутиком. Наши вещи уже здесь. Эти ленивые игрушечки даже не удосужились дождаться нас. Ничего, мы сами всё занесём внутрь. Да, на неделе я буду надрываться, а ты командовать параллельно, принимая душ. Ладно. Поехали, чё уж там. Добро пожаловать. А, мы ещё какой-то любитель записывать в диктакон. Хорошо. У меня есть какое-то предчувствие, что это будет что-то по типу этого, хотел сказать, планетсайда. Это... Господи, у меня вылетело из головы. Аутласта, да. Но я не уверена. Поправочка. Здесь было тихо и спокойно, пока не пришла Эмма. Тут есть сохранение. Занести коробку в дом. Глава 1. Дом. Милый дом. Ой, ну прям мне очень сильно нравится. Тут так красиво. Хлюпают у нас... Правда, у меня нет ног. Ну ладно, ничего страшного. Колодец, чтобы петь по утрам, как Белоснежка. Типа... Ладно, давайте сделаем то, что от меня требуется. Это занести коробки в дом. Но как бы я же не занесу все. Нажмите тап, чтобы проверить диктофон. Адам записывает разговоры и свои мысли о происходящем на диктофон. Диктофон. Эмма, милый, не стой столбом. Коробки сами себя не занесут. То есть мы, видимо, можем прослушивать записи. Да? Нет? Да? Нет? 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 Нет, не можем. Записек у меня нет. Ну ладно. А, это типа мысленно. Задача показа. Поставить коробку наверху. А дверь как открыть? А как открыть дверь? Подождите. Стоп. Я... То есть мне сначала предлагаете открыть мне дверь, а потом нести коробку. Замечательно. Поставить коробку на стол наверху. Стол наверху. Ну такой достаточно большой домик. Сейчас он мне напоминает такой типичный дом из какого-то заклятия, проклятия, вот этих всех хорроров типичных. Где стол наверху? Какой стол наверху? Тут какая-то, кстати, записка лежит. Я заплатил этим засранцам вперед, поэтому неудивительно, что они даже не потрудились поднять коробки на чердак. В наше время никому нельзя доверять. Перевозки Саймон, бла-бла-бла, ничего такого, собственно, интересного. Вращать можно предметы, что тоже очень хорошо. Взяли как в инвентарь. Какой стол? Вот это что? Что это за клюшка? Трость для опускания чердачной лестницы. Берем, конечно. Значит, мне нужно где-то достать этот чердак. Берем трость. Как взаимодействовать с предметами? Как? Вы не хотите меня обучить? Ясно, я сама обучилась. Ну, слушайте, пока все очень даже интересно. Главное, чтобы мне сейчас по голове и не стукнуло. Надо... А, ключик надо найти. Просто так я на чердак не попаду. Хорошо, давайте поисследуем дом. Ой, я слышу, как моя баба чистит эти свои зубы. Видимо, она кое-что сейчас делала непотребное. Какая-то статуэтка-ангелочка. Сущего в тележку. Ну, что ж, выглядит несчастно. Не переживай, дружище, у тебя есть крылья, а значит, ты всегда можешь улететь в место получше. В отличие от меня. В смысле, у тебя баба. У тебя есть баба. Что тебе еще надо от жизни? Не понимаю я этих мужиков. Знаете, если то сделать ремонт, будет очень даже уютненько. Ах ты, закрылась, коза. Я хотела тебя пощупать. Банки, склянки. Слушайте, можно прям взаимодействовать с предметами, открывать ящики. Ух ты, вот это да. Вот такие мне нравятся штуки. Можно прям устроить бардак. Жена будет беситься, но зато мы с вами сможем поосматривать. Бухлишко всякое. Да, ну меня, видимо... А что она теперь? Сыт, наверное, небось. Мне нужно найти ключик. Здесь закрыто. Можно кидать все стульями. Тут закрыто. Телевизор. Ой, нет, положи. Ладно. Бывает. Где же мне найти ключик? Возможно, он может быть в этих ящиках, но судя по тому, что мы недавно переехали, он должен быть где-то, наверное, снизу. Какие-то щетки. Нет, я думаю, это бесполезная трата времени. Здесь закрыто. Это монтировка. Или как она там называется. В общем, какая-то штука для того, чтобы машины... А, он светится, он светится. Стол светится. Значит, что-то мне... А, все, я поняла, я поняла. Мне надо коробочку поставить на этот стол. Все. Хорошо, что мне любезно подсветили его, потому что я не знала, какой конкретно стол. Здесь семья фанатеет от... Подожди, ну как же мне ее поставить? Вот, все. Коробка на месте. Пора красить стены. Кажется, на чердаке есть краска. Я бы с удовольствием забралась на чердак, но есть одна маленькая проблемка. Он закрыт, дорогой. Ты как бы в курсах? Типа, алло, нам нужен ключик. Зачем ты вытюкаешься? Она беременная. Она беременная. Охренеть. В столовой. Блин, ну да, тут сначала надо сделать ремонт, перед тем, как ребенка сюда засовывать. Часы. Слава богу, я теперь работаю удаленно. Мне больше не нужно ставить будильник на 6 утра. Да, это очень удобно работать самому на себя. Мама здесь выросла, но мало рассказывала о своем детстве. Она думает, что нам с Эмой будет здесь хорошо. Я с ней согласен. Представить не могу, насколько сейчас тяжело вырастить ребенка в Бостоне. И тут письмо от матери. Адам, наш дорогой сын, этот дом очень давно принадлежит нашей семье. Его даже иногда называют пристанищем Стивенсом. Когда мы с твоим папой переехали в Бостон, то думали, что дедушка его произдаст, как собирался. Но, к нашему удивлению, он завещал его нам. И теперь вы с женой сможете поселиться в этом доме и вырастить своих детей вдали от суматохи современного мира. Лучше место, чтобы пустить корни и не найти. Забудьте об имя хорошенечко. Мы заглянем к вам на следующем месяце, если мое ведро не расшалится. Ух, это шальное бедро, шальной императрицы. Твой папа считает, что должен выбрать имя вашему ребенку. Без понятия, почему он так на этом настаивает. Совсем старый стал, наверное, хочет ставить какое-нибудь наследие. Но не суть. Ты, главное, сделал вид, что удивился, когда он тебе об этом расскажет. С обратной стороны ничего нет. Возьмем письмо. Пусть будет письмецо от мамочки, тем более. Столовая, наверное, где-нибудь здесь. Ага, нет, не здесь. Может быть... Нет, это, скорее всего, гостиная с каминами. Вот краска как раз-таки. Почему нельзя взять эту краску? А, ну... Ну, она, наверное, потому что здесь для вот этой стены. Что-то еще? Какая-то журнала... А, книжка про беременность. Хм. Ну, ладно, нормально. Докинь ее. Надо найти ключ нам. А, это вот эта столовая? Эта столовая. Ясно. Если это столовая, то хорошо. Я не буду спорить. Я не буду спорить, пацаны. Если вы так на этом настаиваете, то ладно. О, ложка, вилка. Пустой ящик. Музычка перестала играть. Может быть... А вот здесь не открывается дверь? Вот, смотрите. А, ну это... Ясно, я вас понял. Блин, так интересно... Обследовать этот дом. Пока, тем более, все так хорошо. Ах, ты тупая женщина. Она меня обманула. Диктофон. Он все записывает на диктофон. Он даже записывает, что она ему отвечает из туалета. Классный муж. Вообще просто. Закрыто. Давайте посмотрим. А, это типа что-то гаража, какой-то такой темнушки. И мы можем здесь выйти на улицу, но нет. Я не буду выходить здесь на улицу. Наверное, это наш дед. Который подарил нам эту хатейку. Сейчас мы посмотрим в машине. Машина. Не, ну как же тут хорошо, конечно. Прям... Ну и где ты оставила, клушь-то моя? Где? Ты сказала, в машине. Я чего-то не понимаю. Ключ в багажнике. А как? Нет, ты, конечно, молодец, клушь. В багажнике оставила ключ. А где мне найти ключ от багажника? А, ясно. Логика все-таки работает. Я же знаю, как открываются эти старые советские машины. Вот он и ключик. Ключик, которым можно открыть чердак. Забирай. А здесь у нас... А, нет, брось. Все, это просто теребить. Да? О, нет, смотрите. Вот открылось что-то. Бросить. Бросить. Ну, в общем, ничего такого, чтобы мне пригодилось. Ну, мы давай закроем чердак. Ой, не чердак, а машину. Закрой машину. Ладно, он не хочет. Ну, вряд ли здесь кто-то придет к нам в машину, в нашу. Ну, хотя бы, чтобы белки не залезли в салон, не насрали мне там. Поэтому надо прикрыть лавочку. А, в багажник пусть, че уж там. Все, я раздобыла ключи от чердака. Теперь осталось дело за маленьким. Залезть на чердак. И сейчас меня там встретит какой-нибудь по классике жанра пацан или девка, которая там, не знаю, ухожится от какой-то, не знаю, странной, непонятной вещи демонической. Монетка. Или что это? Крышка. Я что, вам бабка, что ли, чтобы закрутки делать? Что за такая музыка? Это какие-то наполеоновские статуйки. Статуэтка танцующей пары. Поверните, чтобы обнаружить скрытое послание. Ух ты. Интересно, кому она предложала, моей бабушке или кому-то еще? Ух ты, тут можно, оказывается, скрытое послание. Ладно, я не сильно, да. Ой, она там до сих пор моется. Господи, сколько можно мыться? Опять чистит зубы. Что она там делает? Ангелочек. Может, спит, а может, умер. Бедолага, да спит, спит. Поверните, чтобы... Так, у него нет ног. Видимо, кто-то уронил и его донесла бы. Ну, античное искусство, оно такое. Я, например, вот только что уронила, теперь у него нет рук. Да как? Объясните мне, как в этой игре аккуратно ставить предметы? Вот непонятно, как их аккуратно ставить. Зачем вообще сюда пришла? За краской. Выставите здесь, пожалуйста, краску. А, или надо еще выше? Не, ну там я сейчас точно какому-нибудь найду чушь. Что это такое? Какая-то звоночка. Закрытая дверь. Я не могу пройти. Могу открыть окно. О, потом птицы залетят. Не надо так делать. Вот, вот это, наверное, краска, да? Краска, какая-то лошадь. Да ты что? Хм, а это что? Какая-то скрытая штучка. Хлипкая половица, по полу что-то спрятано. Найдите инструмент, чтобы оторвать доску. А ты как бы красить стену уже передумал? Давайте с вами подумаем, чем можно открыть. Я знаю один предмет, который там валялся снизу. А я не сдохну сейчас? Нет, все хорошо. Вот, нет, не здесь. Он валялся вот здесь. Вот тут лежит вот эта штука. Давайте попробуем-ка ей открыть. Но я, конечно, не уверена. Но это логично. По крайней мере, я бы сделала так. Можно еще попытаться ножом поскоблить. Нет? Нет, это так не работает. Почему? Ой, это что такое? Это что? Я не понял. А зачем? А, вот оно что. Эй, эй, эй. Мне надо перевернуть картину. Что это такое? Картина? О! Это мужик. Зачем я ее достала? Зачем я ее таскаю? Кто-нибудь мне объяснит? Или это какой-то квест? Надо повесить и получить ачивку. Может быть, наверху? Господи, дурацкий стул. Подвинь себя, пожалуйста. Я за тебя не могу пройти. Какой инструмент мне нужен? Ой. Вот, монтировочка. Ясно все. Я понял. Значит, мне нужно открывать предметы, которые... Что это? Топор. Тот самый, что ли? Ладно, бросим его. Не будем пока испытывать судьбу. Просто раскроем монтировочкой половицу. Ну, давай же, тяни, родненький. Ну, что ты? Кашу мало ел. Давай, тяни. Эээ! Ну, тяни же. Я ж тяну. И ты тяни. Ну, давай. Ну, давай. Не может же быть так тяжко. Что это? Какая-то непонятная штуковинка. Дневничок. Или коробка с компасом. Ну, как бы... Пергамент с шифром. Отрывок из записок о Гальской войне Юлия Цезаря. Помню, мы проходили ее на латыни. Некоторые буквы выделены. Поверните, чтобы обнаружить скрытое послание. Инициал Юлия Цезаря. Написанный латиницей. Они равны. Джей Си. М-Э-Э-Ч-П-О-А. Ну, очевидно, что это какой-то пароль для того, чтобы сделать вот эту штуку. Какое-то устройство дешифровки. У-у-у. Прелесть-то какая. Ну, я... Это устройство поможет... Нужно разгадать шифр, чтобы открыть коробку. Ну, там были А, О, там всякие. Ё-О, перны. Ну, все, это фиаско. Это будет очень сложно. Смотрите, что мы, значит, имеем. Мы имеем то, что G равно Си. А если мы возьмем предмет, вот этот наш диск... Где здесь G? Что вообще с этим делать? Если бы это что-то мне дало. Думаю, это пригодится в будущем каком-то. А пока что, я думаю, надо ввести вот что-то из этой категории. М-х-пи-а-о. М-х-па-о. Хм-па-о. Хм... Нет. М-х-п-а-о. О есть? О. О. Нет, О. А где-нибудь есть О? А есть, М. М. Ясно. Очевидно, нету. Может, надо написать Юлий? Давайте напишем Юлий. Джей есть здесь? Нету. Фулий, мулий. Джилити. Ясно, что ничего не ясно. Я могу тупить. Как мне это понять? Джи равно С. М-х-п-а-о. Ага. То есть, Си первая буква. А дальше? Дальше что? Мне нравится твоя логика. Допустим, здесь первая С. Окей. Но тут нет буковки С. Это... Как бы, чё, это прикол такой или что? Может быть... Ну, я, конечно, не уверена. Так, первая, допустим, Си. А тут её... Вот, Си, допустим. Вот, я бы на неё поставила, и что? Чё теперь? Нравится мне, но непонятно, что делать. Наверное, я не могу ничего сделать. Наверное. Отрывок из записок о Гайской войне Юлия Цезаря. Помню, мы проходили её на латыни. Некоторые буквы выделены. JSC, инициалы Юлия Цезаря латиницы. Только почему здесь написано, что они равны? Вот тот же вопрос. G-S. I don't know. You don't know? I don't know. Ладно. Давайте... А, мне нужно открыть тайник. Ха-ха-ха! Чудесно! Мамма миа! Я же нихрена не понимаю, как решить эту головоломку. О чём может быть речь? А, подождите! Подождите! Идея, идея! Краска нам уже не нужна. Вот, вот это. Шо это за мужик? Мужик, уйдите отсюда, пожалуйста. Вот, мужик. Это шут. Это шут. Джокер. Тут ни хрена ничего не написано. Я не знаю, может быть, есть смысл походить по... По местам всяким интересным, и я смогу что-то найти. А это что? Декор, наверное, написано. Ладно, я думала, это пароль, а это всего лишь декор. Закрыто. Дощечки. Это всё моется там, намывается. Кому? Может, мне надо найти книгу? Нет, ну тут книги такие, что ты с ними не взаимодействуешь. Я думала, может быть, надо найти книгу с какой-то латиницей. Или мы найдём сейчас ещё какой-то секрет. Кстати, о птичках. Подождите, а как же мне? Я хочу открыть этот ящик. О! Я открыла это говно. Не знаю как. Просто не спрашивайте. Чудом каким-то. Ключик. Старинный ключ. Интересно, что он открывает. Я бы сказала, он открывает мой пукан горящий. Потому что я не понимаю, что это вообще было, только что. Принадлежит Николасу. 27 сентября 1864 года. Трождество Христово. Вечер, почти ночь. Раньше я никогда. И, видимо, мы сейчас перемещаемся. Глава 2. 27 сентября. Это мы только что с вами прочитали. Кроме того, письмо про Снять Разум так проще отличать факты от собственных выдумок. Замечательно. Сейчас мы посмотрим. Наверное, мы сейчас будем играть за второго персонажа. Это Николаса. Я, кажется, поняла, что это вообще за игра. Чего нам от нее ждать? Это... Не сказать, наверное, что хоррор. Просто будет какой-то, наверное, маньяк, убийца. Вот что-то типа такого. Мы переместились в наш дом. Опа, спички. Спички. У меня есть спички. Да, мы переместились в этот же дом, только в другой временной промежуток. А могу ли я зажигать свечки? Я снова дома. Спустя 10 лет отсутствия. Дом к моей радости совершенно невредим. Отлично. Надо брать спички. Я так понимаю, спички здесь... На вес золота, потому что... Ну, как бы, света нет, надо... О, ангелочек! А он, кстати, все еще... О, он с кровью! Однажды я разозлил отца, и он кинул фигурку мне в голову. Кажется, ангел пострадал сильнее, чем я. Это моя кровь! О, вот это батя у меня сумасшедший! Он кинул в меня ангелочка! Вот же ты тварь паскудная! Паскудная тварь! Спичек дает хорошо. Но я что-то как-то стремаюсь насчет того, что мне их так дают. Какая-то книжка. Это стол. Ой, а есть что-то здесь еще зажечь? Что здесь? Нажмите тап, чтобы прочитать дневник. Николай записывает туда свои мысли и важную информацию. Хорошо. Мы это поняли. У одного дневника, у другого... О, это же фигурка! Он сейчас, можно, наверное, сказать про нее совершенно иное. Это подарок от партнера моего отца. По-моему, его звали Джош. Когда я был ребенком, судьба сыграла с ним злую шутку, и подумать страшно. Наверное, развелся, не знаю. Бумажки. Я не буду зажигать все свечи в доме, потому что будем экономно относиться к спичкам, которые мне дают. Хотя, в принципе... О, смотрите, там что-то... Что это такое? Керосин! Я могу себе сделать лампу, если найду ее. Слушайте, иногда очень удобно быть глазастым. Я вообще удивлена, как я это сделала. О, можно зажечь наверху свечку. Но это как-то не сильно влияет на то, что я сейчас вижу. Здесь достаточно темно. И можно выколоть себе глаз. Фотографии с шахтой. Мой отец и партнер несколько дней спустя после открытия перитовой шахты. Тут что-то написано. Считать. Джейкоб Хайт и Джорд Уархетт. 4 апреля 40-го года. Ну, возьмем. А что музыка-то такая страшная? Затем тяните, толкайте мышкой, чтобы передвигать тяжелые предметы. Хорошо? Но я же ничего не вижу. Это что такое? Что с музыкой? Это что? А, это я взяла керосин. Все, я могу себе сделать лампу, ребята. Теперь у меня есть лампа. Теперь можно хотя бы осветить себе путь. А как собрать лампу? А, вот. Мы просто нажимаем F. Ух ты. Ёперный. Я аж это чуть это попутала. Испугалась. Я не ожидала. Ну, с лампой, я вам скажу, значительно проще. Дорогой, ничего-то, что у тебя как бы свечка есть. Ну, керосиновая. Ну, возьмем свечку. А, это не свечка. Это далеко не свечка. Что-то как-то стремно здесь у вас. Что за такие страшные звуки начались? Я же дома у себя. Мне не должно быть дома страшно. Ой, что-то как-то не нравится мне все это. Сейчас начнется какая-нибудь чертовщина. Сейчас же начнется. Дерьмо случается. Что-то я как-то передумала. Давай мы посмотрим, что в этих ящиках. Вот спички, например. Спички пригодятся всегда. Спички всему голова. Что там дышит? А, я могу только бросать. Ну, ладно. Если что, у меня есть этот канделябр. Буду бить. Буду бить канделябром по голове. Мой отец купил эту землю практически за бесценок. Его друг, судья Нортон, подписал договор и заключил сделку. Вот так вот и решались вопросы в те времена. Поверните, чтобы обнаружить скрытое послание. Мой отец знал, что по земле находится Перит. Но искал состоятельного партнера, чтобы открыть здесь шахт. Тогда он познакомился с Джорджем. Затем построил гостиницу. Какое-то время дела шли в гору. Хорошее было время, но боюсь их уже не вернуть. Ну, ладно. Не сильно-то я и хотелось. Почему все ящики наполовину пустые? У меня почему-то все ящики дома забиты. Просто под отвал. Что за странные звуки? Прекратите, пожалуйста, стонать. Не смешно. Стонать в моем доме. А наверху есть свечки? Нет свечек. Что это за хрень? Посмотрите верхний этаж. Не пошел бы верхний этаж, знаете, куда подальше. Я аж дернулась. Я не ожидала такого этого наплыва. Трубка. Осмотрите трубку. Вонючий антиквариат, оставленный отцом. Однажды я попробовала курить. К сожалению, я не осознал об этом. И заставил меня скурить целую сигару. Мол, я должен понять, каково это быть взрослым. Всю ночь мне рвало и больше я к этой трубке не притрагивался. А потому что не надо. Не надо, дорогой мой. Не, я, пожалуй, пойду через дальний. Проход. Я что-то так сильно испугалась. Того, что что-то дернулось. О, моя. Ну я же дома у себя. Какого хрена вообще? Жена, наверное, свалилась. Я не знаю, с койки. Неуклюжая. Взяла, свалилась. Смотрите, не так много ящиков, оказывается, в нашем доме. Пока что. Ладно, пойдемте. Чего уж кота за яйца тянуть? Ой, тут так темно. Ну ладно. Если я обосрусь, я просто, ну, как бы вы поняли. Сразу кончусь. А. Типичный ангел. Опять. Ну, типа, нахрен-то. А, это просто открылось окно. Это просто окошечко. А можно зайти? Нет, нельзя. Ну ладно. Ладно, закроем окно. Сейчас какая-нибудь херня произойдет. Отвечаю вам. Сейчас какая-нибудь... О, блин. Ты что? Ух, я тебе сейчас канделябром настучу. Слышишь, дядька? Сейчас тебе канделябром настучу. Настучу тебе канделябром. Возьму сейчас подсвечник и дам тебе по голове. Ты что там делаешь? А? Закрою дверь на всякий случай. Хотя я уже не уверена, что этот дом мой. Да вон он. Колодец. Ах, ты засранец. Я вижу, куда ты пошел. Я вижу, где ты. Я тебе сейчас задницу надеру. Что ты здесь делаешь в моем доме? Это мой дом. Это частная собственность. Что ты здесь делаешь? Осмотреть сарай. А ничего, что мне сейчас по голове как задут? Странно. Внутри горит свет, но дверь заперта. Может, тут найдется, чем разрезать цепь? Бребном давай. Логично же. Вот, болторез. Бери болторез. Берем болторез. Сейчас я тебе жопу надеру за то, что ты в моем сарае что-то делаешь. Янчуга. Нажрался. Открывай. А, надо их сдвинуть. О, боже. А, еще это надо двигать. Ух, сейчас я тебя как надру у тебя. Сейчас я только открою. Только открою. Подожди. Сейчас я тебя всыплю. Мало не покажется. О! Что это здесь вообще? Это что? Что за черт здесь происходит? Газетная вырезка. Чудовищное преступление по трясному миролюбивых местных. Вызванное в гостиницу, помощник шерифа подтвердил факт гибели мужчины. На протяжении последних нескольких недель Джон Нортон считается пропавшим без вести. Мучитель проявил необычайную жестокость. У жертвы было перерезано горло по всему телу. Обнаружены многочисленные ранения и ожоги, свидетельствующие о продолжительных пытках. Взмешно. Ну, я так понимаю, я сейчас отодвину, а там трупешник, да, валяется или головка какая-нибудь. Это шляпа моего отца? Я не знаю. Подвал? Это что, какая-то подсказка? Нужно разобраться. Хе-хе-хе. А может это? Ты передумаешь, лезть в подвал? А где вообще подвал? В доме или где подвал? Где подвал? Кто знает, где подвал? Ну, наверное, подвал должен быть в доме. Да. Намек, что подвал где-то в доме. Ну, бродяга-то, наверное, уже к тебе в дом-то зашел, ты же на ключ не запер. Он, наверное, у тебя уже в доме, там, ножи точит под тебя. Что-то как-то... Лучше бы ты не выходил и спать пошел, ей-богу. Ой, не нравится мне все это. До свидания. Все, заканчиваем играть, я ухожу. Я серьезно ухожу. Там, 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 вы видели? Там, там стоит какой-то хер. Там стоит какой-то хер. Ты че, ты че делаешь там? Ты че делаешь, э? А ну, уйди. Фух, че, сука, ты че, он там стоит? Он такой стрёмный, мразь. Ну, сука, мразь. Я тебе сейчас по голове настучу. Иди отсюда. Че ты стоишь у моих шкафчиков? Дед, да он конченый. Он дышит или не он не дышит? Он просто конченый. Не хочу к нему идти. Почему он так меня пугает? Так. Если я подойду и возьму зонт. Ладно, короче, давайте. Будь че будет. Обосремся, значит, обосремся. Сейчас-сейчас сгорю. Зальем керосин или нет? Подожди, но у меня же был керосин. Сейчас я, короче, чтобы заправить лампу, откройте инвертарина и пожмите, чтобы продолжить. Так. Используйте. А, вот. Ну, говна кусок. Ты че делаешь? Ты че делаешь? Ты че делаешь? Это было стрёмно. Это было стрёмно. Как я на это решилась? Кончатый конченая. Оно смотрело там. Где подвал в этой... В этой дыре? Где? Покажите мне подвал. Я хочу... Так. У меня здесь горели свечки. Кто их потушил? Кто потушил? Зажглись мои свечки. Быстро. Пусть горят все свечки в этом вонючем доме. Все свечки будут гореть в этом вонючем доме. Я боюсь лампы керосина. Гореть. Фу, ребята. Че-то я прям это... Не ожидала этого... Это... Ну, он конченый. Вы видели? Он посмотрел на меня. А-ха-ха-ха-ха-ха. Я не хочу туда идти. Не хочу туда идти. Ну, ладно. Нам придется... Кухня. Этого дядьки больше не будут здесь? Я зажгу все свечки нахрен в этом доме. Отвечаю вам. Каждая свечка здесь будет гореть. Отец никогда не имел выражать свои эмоции, но когда ему было грустно, он брал в руки этого ангела. Ну и хрен бы с ангелом. Что это здесь? Ага. Вот удал... Блин, я боюсь своего этого... Штуки меня аж в ход бросает. Пожалуйста, можно я закончу играть в эту игру? Что началось-то? Я не готова. Верните меня на полянке. Там радужные, где зайчики скочат. Пожалуйста, ну не надо так делать. Я просто... Блин, я себе коленку отбила опять. Я только хотела спички поискать. Так, закрой дверь нахрен. Ну-ка не открывать. Я тут открываю двери. Мой дом. Не, ну как бы да, я поняла. Я имею это... Как бы тут... Ой, ёпта, ёпта. Выглядит не очень-то надёжно. Блин. Ну ладно, если я сдохну, как бы то ладно. Это подвал? Что это здесь? Моргнуло, блядь! Что это, блядь? Мужик! Сука, кровь! Так. Ладно. Не смотрим на картину. Берём спички. Мы в квартире взяли спички. К морю синему пошли. И потом посадь пошли. Потому что нам не страшно. Потому что тут... А, это... Это... Это этот. Боже мой, мать, ты страшный. Нахер хранить такие квартиры? Картины квартиры. Ёпта. Что за... Так. Вы чё, расчленили у меня здесь кого-то в подвале, что ли? Псы. Что за блевотина здесь? Что это? Что это? Ёпта. Кого-то шкафом раздавило? Я не знаю. Того дядьку, наверное. Ёпта. Ой, ребят, всё. Я не хочу. Я не хочу. У меня прям это... Я сейчас всё с... Я кончусь. Хватит стучать! Хватит стучать! Это мой дом! Чё я такая смелая-то сегодня? Ладно. Не надо открывать... Ух, собака. Закрой. Мы не готовы. Я не готова. Ну вы сейчас поняли. Сейчас будет дикий скример. Ладно, ничего не было здесь. Всё дальше и дальше. Нахрид столько дверей. Нет, это плохая идея, чувак. Очень плохая идея. Очень плохая идея. Да не надо, ну пожалуйста. Не пошёл бы ты в жопу. Лошадь, сука. Что ты здесь стоишь, лошадь? Не стой здесь, лошадь. У-у-у, конча. Ненавижу вонючие подвалы. Ненавижу вонючие подвалы. Какие нахер ты сюда пришёл? Дубина, вали отсюда. Нахрен я здесь? Где свички? Дайте спички. Господи, хоть что-нибудь. Су-у-у. Возьму, блин, ведро. Буду бить ведром. Не подходи ко мне, падла. Ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. О, топорик. Здравствуйте. Возьми топор, возьми топор, сучка. О, что музыка-то заткнулась? Музыка лучше бы играла. Хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи. По голове я достучу тебе, падла. Только выбеги на меня, козёл. Получишь, я тебя выкину. Я тебе отвечаю. Что это за блевать? Блин, ребят, я не могу. Я не могу. Я ссу, я дико ссу. Ладно, у меня кончается керосиновая лампа. Надо идти дальше по следам кровяным. Просто представим, что здесь прошла какая-то женщина, которая немножко пострадала. Пострадала она от женских чудесных... А чё, 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 чё? Ой, сейчас на меня... Вот сейчас, если на меня сейчас кто-нибудь выбежит, как Человек-паук. Твою мать. Давайте без этого. Пожалуйста. Пожалуйста, давайте, не надо. Я встала. О, керосинчик. Керосинчик? Бери обратно кастрюлю. Сука, по голове дам кастрюли. Только попробуй. Оставил он тут свои, следи. По голове дам. Отвечаю, чувак. Я тебе дам по голове, только ссунься ко мне. Ходит он тут. Так, найти боковой вход. Какой боковой вход? Алло, о чём ты? А, вот боковой вход. Я понял. Ой, не надо двигать. Ты что? Не надо двигать. Ты что, родники? Зачем двигать? Ой-ой-ой, зачем шуметь-то? Зажигай свою эту лампу-лампу. Опять, что ли? Выбраться из подвала. Эээ, каком твоём подвале? Каком твоём под... Что? Какие? Что ты? Чем ты? Какой, какой вообще... О чём идёт речь? Что за... Что это? Надо как-то мне выбраться из подвала. Не нравится мне эта картина просто. В моём портфеле есть отмычки, видимо. Это намёк на отмычки. Да у меня нет отмычек. У меня нет отмычек. А, вот. А, вот. А что это такое? Ножницы по металлу. Ну ладно, возьми. Суй сюда. Пожалуйста, суй. Ну, суй. Нет, в чём твоя проблема? Ножницы по металлу. Вот же. Ну вот. Нет? Ну почему нельзя-то? Я не понимаю, что делать, ребята. Ну, лё-моё, он сейчас придёт. Я вам отвечаю, бабай. Нет, он не придёт. Он не умеет ползать. Поэтому он не придёт. Почему мне не хочется работать дверь и открыться? Откройся, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Выбраться из подвала. Как бы ножницы по металлу. Ножницы с проживешим лезвиями не очень старые, но до сих пор рабочие. Или мне сюда нужно отмычку всунуть. Наверное, да. А где мне найти отмычку? Он не предлагает идти назад. Ну, стоподово мне надо идти назад. Типа, иди назад и усрись там. Сейчас камни. Я не могу, когда так делают. Ненавижу, когда так делают. Зачем на мне бежать? В маленьких пространствах. Но я знала, я знала, что так сейчас и будет. Я так и... Ненавижу, когда так делают. Зачем? Сука ты говна кусок. Я сойду с ума, я сойду с ума, сука, бля. Бразь, ну нахер ты на меня бежишь. Я же не могу меня в подборозать. У меня, мне кажется, испарина уже появилась на подбородке, капает. И это все-таки. Это все, боже мой. Конченый. Он зашел, сука, в мой дом. И хозяйствует тут своими яйцами. А нахрен мне ножницы по металлу кто-нибудь? Не меня вообще скажет? А! Свечка! Ой. Со свечкой даже полегче чуть стало. Люблю, когда я нахожу свечки. Но не люблю мразей этих. А, я не смогу выбраться сейчас отсюда? Говна! Пошел нахер, блядь! Я тебя порежу! Порежу, порежу, порежу тебя. Тентакли! Кто выпустил свои тентакли? Да открой же ты, говна! Ну, щеми их! Щеми! В смысле? А что? Щеми дальше. Все, пожалуйста, можно эта глава закончится? Я, я все, я все прощу. Ладно, пошли. Ладно, я сыграю с тобой в твою игру. Я сыграю с тобой в игру. Хорошо, я иду наверх. Иду. Иду наверх. Иду. Где? Где следы? Где? Давай. Так, где в брифкейсе? Это что? Это вот это здесь? Зубы чистят. Где? Я не поняла. А, вот, вот это. Таинственный ключ. Понятия не имею, зачем я его взял туда, где провел последние 10 лет. Я даже не помню, от какого он замка. Я думаю, что он от этого замка. Нет? Нет, у меня от этого замка. Может он... А, ясно. Сейчас что-то побежит на меня. Сейчас что-то на меня побежит. Я вам отвечаю. Вы кто такое? Что это? Кто это? Ты кто? Дерьмо началось, да? А что он сейчас со мной сделает? Ну, это явно призрак. Это просто какой-то призрак. Или маньяк. Непонятно. Пожалуйста, скажите, что это конец. Все. Фух, это конец. На этом мы с вами и закончим. Потому что на другом у меня уже все. Не хватит. Вот такое вот получилось начало у этой игры. Я вам хочу сказать одно. То, что сначала было нормально, а потом началась какая-то дичь. Ну, я думаю, что вы видели мою реакцию. Пишите в комментарии, пересрались ли вы, в каком моменте, если это случилось. Я вот больше всего ненавижу, когда в хоррорах я нахожусь в закрытом пространстве. И на меня кто-то бежит в этом узком пространстве. Я прям не могу. У меня опять болят все коленки. Я надеюсь, что вы меня поддержите лайком. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь этим видео со своими друзьями. А мы с вами увидимся уже очень скоро. Всем пока и до новых встреч.